все-таки тени нарциссизм да многие люди считают что это юнга аниме аниме подмена если бы вы что это тень ну что вот не не обоснованное величие то есть при стороне всего да человек становится великим оно все-таки большинство нашим крайне отрицательным как бы качеством то есть вот по сути своей вещь судьбоносная да для человека величие она жить лично все-таки главным последнее что такое величие так основа ось вращения неадекватности сегодня адекватность она вся заклинил на на его величие на его представление было мерке да нож вы представление происходит от чего помните либо комплексом неполноценности либо от комплекса превосходства кто-то себе рассказал про комплекс превосходства что-то типа он самый великий ну то есть по сути адекватность она жиждется с моей точки зрения на объективности то есть это первое последствия все заболевания которые существуют них причина это отказ от объективность вот трезвый рассудок он как бы изначально отослан болт гулять я как хочу так и думаю я имею собственное мнение я имею право мышление категориями я без категории мы это следующая причина всех заболеваний то есть я имею право на это да второй человек тоже на похоже что же мы будем делать в этой ситуации то есть возникает что необходимость компромис а то есть как говорил в одном культовом фильме один киногерой по-моему мы зашли в тупик если стороны в тупике не идут там если уход идёт какой-то жёсткая зим да то есть по сути в этом будет все смысл то есть по сути следующая травма будет это полная бесценка то есть кто-то вас будет бить но с кожей ногами да и обратите внимание то есть по сути своей здесь еще масса вещей которые человек ну он для себя не отдает то есть да я имею право на достоинство собственное мнение то есть если моё мнение моё достоинство и прочее мешает жить другим то это уже преступное мнение преступное достоинство да никакой то не достоинство это непонятно что уже непонятно что может закончиться непонятно чем да поэтому вы же ещё там не забывайте множество вещей которые существуют вот это мышление типа неадекватность с одной стороны то есть нежелание объективно смотреть на вещи не мышление категориями я вместо категориями я и мы то есть как бы понятное дело когда ваша работа никого например там ваша жизнь никого не касается совсем то в принципе до чего без переживать ну ладно до чего переживать то есть вот я смотрю всегда на эти вещи достаточно объективно то есть что вот если ты это делаешь намеренно то что тебе не переживать не будешь переживать хочешь ты этого видеть просто есть несколько способов стать психом это вот отказаться от объективности начать мысль мыслить категориями я вместо категориями я и мы есть третий способ очень эффективный рекомендую всем так сказать применить как бы к себе это все это способ называется как бы перестать совершаться по сути свой мир меняется и мир требует от человека адекватного реагирования на требования этого мира изумия то есть нужно постоянно повышать квалификацию постоянно работать над собой постоянно держать своей жизни равновесие так называемое то есть если вы этого делать не будете то толку никакого от этого не будет то есть вот по сути вот эти три вещи это основные причины всех психологических и психиатрических расстройств как у человека посмотрите вот если возьмете ну возьмите любой блок то есть тестосоники понятное дело что кп все заболевания связаны еще с я и мы я хочу быть и иметь и все это все это все я я я я я без мы я без мы нарциссизм дальше еще будет веселее возьмите 2 отказ от правды да то есть hs субстанциальное осуществляющее отказ от вот вам пожалуйста вторая второй блок заболеваний сексуальных и прочих из садизма всего извращений да берем третье нежелание повышать квалификацию а что такое повышать это менять философию то есть человеку нужно либо выбрать такую философию которая никогда не придется менять либо жизнь будет менять жизнь а это будет за этим будет следовать переоценка ценностей ну то есть как бы то по сути света я заставит менять или выбери такую чтобы они менялась вообще или будешь менять вовремя адекватно сложившиеся обстоятельства ну и в общем то способность противодействовать держать и прочие вещи там условиям не каждый каждый человек он как бы ну не понимает что условия на его достаточно серьезно влияют тех условиях которых он находится и по сути все психологи себя говорят что именно условия меняют ну как бы человек это основана у нас вообще по психологии это автоматическое условия меняю человека человека на самом деле условия это один из факторов поменяем условия может если вы не можете изменить условия и станьте сильнее просто вот это вот главная причина всех заболеваний ну и условия быть если вы не можете изменить условия станьте сильнее просто не можете поменять условия станьте сильнее преувеличить что-то самое страшное чувство зависть у нарцисс у нарцисса да поэтому у него всегда есть два основных механизма это механизм сверх идеализации и механизм тотального обесценивания потом конечном итоге то есть в начале он может даже по отношению сам к себе имитировать какое-то восхищение кем-то но это что-то похожее на фарисеев восхищаются людьми ради своей выгоды иногда восхищение нарцисса кем-то которая выглядит как допустим комплимент или нечто похожее это совершенно ничего с искренностью не имеет общего это больше как такой показатель того что вот посмотри я со своей величины со своей особой такой славности могущественности и величия дарю тебе комплимент вот на тебе такое пожертвование комплимент похвала еще какую-то вещь все это исключительно связано с тем что вот я в этот момент в очередной раз подтверждаю свой величавый статус а какой момент он обесценивает вот он идеализировал сделал комплимент а потом он начинает обесценивать сразу в тот момент времени когда видит что не способен это использовать способен это присвоить себе то есть у для нарцисса ну сверх важная задача все что есть вокруг толкового умного или значимого обязательно присвоить себе и ну нарцисс у него всегда есть то что называется как такое нарциссическое расширение это захват пространства и вот он все что есть вокруг он должен условно говоря померить собой или объяснить собой что вот это продолжение меня вот эти люди это продолжение меня вот эти идеи это продолжение моих снов вот эти какие-то еще вещи это ну вот ну это вот я мироточу вот я вот полностью мироточу и благоухаю и все что есть вокруг меня без меня не могу появиться это это очень интересный такой момент и когда он сталкивается с и вот в тот момент времени когда он с этим сталкивается и начинает переживать разочарование а по сути это отсылает нас к теме стыда и неполноценности то он в этот момент обесценивает как лиса которая хотела забрать виноград говорит он этот зеленый еще она достать не может в этой басне известной а потом говорит просто он зеленый и поэтому она не вот и причем это обесценивание оно мгновенное тотальное и очень быстро и потом нарцисс нуждается в новом объекте в который вначале будет вызывать у него какое-то восхищение а восхищение у нарцисса это всегда тщательно скрываемая зависть вот в чем весь парадокс поэтому нарцисс очень легко избавляется вот там какой-то из сказки цвет мой зеркальце скажи да зеркало перестало давать комплименты разбили это зеркало будет новое зеркало и у нарцисса всегда есть десятка 23 там у кого то насколько талантлив людей которые раздувают и поддерживают его грандиозное эго это что-то похоже как через соломку надувают лягушку и вот он становится такой большой внушительный значимый потом сдулась и все и вот поэтому нарцисс нуждается в новом человеке который раздует его это поддержит это это ну просто раздует до до беспредельства потом опять проходит время он опять же это объяснять и самое страшное чувство для нарцисса это зависимость вот он не способен к отношениям потому что любые отношения переживают как зависимость а почему потому что он их эксплуатирует он эти отношения эксплуатирует в пользу раздувания своего величественного эго это вот как раз тот вариант о котором малификторович сейчас говорил о невозможности представить я и мы буквально есть я люди остальные должны быть зеркалами моего величия достаточно ли вы люди хороши как зеркала чтобы отражать мое величие так мыслит нарцисс а какой процент вот таких людей я не знаю даже как сказать я знаю то что сейчас сама культура стала нарциссичной ну по своей природе такой где-то первертивные где-то нарциссичные когда в эпоху потребительства ну когда нужно продать воздух да из людей делают ну не что иное как вот потенциальных изначально потенциальных нарциссов плюс нарцисс ну есть такая тенденция как правило это человек которого в детстве использовали в качестве но какого-то особого например семейного дарования допустим в семье такого какого-то социального статуса появляется талантливый ребенок и вот родители наконец-то видят в нем как мессию спасителя который спасет их вот они уверены что в будущем он должен стать талантливейшим хирургом композитором каким-то вот вот такого порядка и родители очень часто раздувают вот такое патологическое гипертрофированное это ребенка это 40 кружков на все кружки человек ребенок должен ходить это сразу говорить там на каких-то языках и самое страшное это то что в чем здесь проблема и неспособность в будущем этого человека строить нормальные отношения взаимообмена она связана с тем что ребенок никогда не чувствовал что любят его а любят исключительно какие-то формы его поведения и и в таком случае там двойка полученная в школе в нормальной ситуации это всего лишь двойка для родителей такого типа которые неизбежно выращивают нарцисса это трагедия всей их семьи это одна из таких теорий ближе к поведенческим его можно отнести как сама модель поведения передается сколько сколько человек так или иначе у каждого есть нарциссические защиты какие-то нарциссические отрабления потому что нам нужно так или иначе создавать какой-то образ себе на этом что он встречается своими прежде чем мы с ними встречается встречается наш образ и сами люди создают нашу образу лучше беда в чем нарциссов в том что им начинают подыгрывать ну вот до ужаса начинают подыгрывать очень любят нарциссических руководителей потому что его можно дешевые комплименты комплименты ежедневно круглосуточно и руководитель уже теряет от головокружения голову на самом деле очень многие люди хотели бы вот такой примитивный бухловой еще один очень важный момент нарцисс нуждается в том чтобы его бесконечно хвалить и второй момент бесконечно обесценивали его потенциальных врагов и конкурентов и вот если два эти правила соблюдают нарцисс на себе он в небе отчасти он над землей уже парит не ходит ногами и становится очень язвим и потом этим просто пользуются поэтому на самом деле при всей пафосности это спасибо огромное